Ваш сын, Олег, он не испугался, не убежал, не спрятался. Он пошел по зову сердца, по зову души, он пошел защищать нашу Родину за то, чтобы мы все жили в свободной стране, за то, чтобы мы могли нести русское слово в русскую трату. Добрый, готовый всегда прийти на помощь, отважный и сильный духом. Так Олега Яняшева вспоминает мама Ольга Михайловна Шишланова. В зону проведения спецоперации Олег ушел добровольцем, четко понимая ее цели и задачи. Ему было 38 лет. Строил дом, мечтал о крепкой семье и детях. Жить долго и счастливо. При мобилизации Олег записался в саперные войска. На протяжении восьми месяцев сражался за Родину и за тех, кто верил и ждал дома. Погиб в апреле. Сегодня мама героя получает Орден Мужества, государственную награду за отвагу и самоотверженность. Но и такая память не способна унять всю боль, что по сей день живет в материнском сердце. Он говорил так, мама говорит, ну что я это не поеду-то. Все едут туда, все там воюют, а я буду здесь сидеть, да, ждать кого-то. Не боялся ничего, поэтому ехал, вот что нужно ехать, и он поехал. Ну, не дожил до награды. Получил сейчас. Но он с нами всегда, особенно со мной. Старший террор Куюков Александр Григорьевич за мужского отлага и самоотверженность. Проявлено при исполнении воинского долга. Мы родим в подлинном Мужества по смену. Прошите вычить данную награду на ищем память. Эта медаль, мы всегда и всем говорим одни и те же слова, что она должна стать вашей семейной великой. Она должна передаваться из поколения в поколение. Точно так же, как передаваются медали, и наши концовки родились в северопрактическом. Александр Куюков в зону СВО попал по службе по контракту. Материнское сердце надеялось и верило, что сын вернется домой. Живым. 8 июня ему исполнилось бы 45 лет. Награду за мужество сегодня получает вдова бойца. Маленькие дочурки Ульяна и Ариана и сын Азар пока не понимают, почему плачут мама и бабушка. Они с детской наивностью и интересом разглядывают орден папы. Повзрослев, они будут гордиться своим героем. В душе как-то я надеялась, что его не заберут. Ну, забрали. Он на Украину попал 7 марта этого года. И 11 мая уже погиб. Я говорю, как так? Два месяца служил и все. Побыл там. Я думаю, первая война, первая его пуля попала. Я не знаю, в этой жизни надеешься на хорошее, все думаешь, обойдется, может, все обойдется. Ну вот, не обошлось.